Клевета да и только власти не причастны к допинговому скандалу в российском спорте. Это заявление сделал президент Всемирного антидопингового агентства Крейк Риди. Таким образом, он впервые публично опроверг все обвинения своего же коллеги, руководителя независимой комиссии ВАДА Макларена. Тот изучал допинг-пробы Сочинской Олимпиады и на весь мир заявил, что наш министерство спорта руководило, контролировало и проводило манипуляции. С результатами анализов спортсменов Ида даже подменивало их. Но и более того, в отчете говорилось о том, что в подмене допинг-про российских спортсменов чуть ли не лично участвовало ФСБ. В Москве такие заявления назвали политическим заказом. После череды допинговых скандалов у Международного Олимпийского комитета много претензий к ВАДА. Международные же спортивные структуры имеют разные взгляды на существующую антидопинговую систему. Мог желать перенастроить механизм борьбы с запрещенными препаратами, а руководители Всемирного антидопингового агентства этим почему-то недовольны. На последней сессии МОП Томас Бах критиковал организацию и потребовал от нее пересмотреть антидопинговую политику. Главе ВАДА ничего не оставалось, как согласиться. Кто-то сказал, что система сломана, но я так не думаю, не думаю, что она сломана целиком. Думаю, большая или часть до сих пор работает, но кое-какие части, конечно, нуждаются в пересмотре. Я услышал ваше предложение, господин Бах. Мы хотим полностью пересмотреть антидопинговую систему и понимаем основу такого запроса. Мы начали с брифинга, начали собирать группы в сентябре. Будем работать по случаям коррупции. Будем рассматривать и остальные вопросы работы организации. Реформирование ВАДА может начаться уже в следующем году, а пока агентство обещает нам новую порцию разоблачений. Публикации готовят списки тех, кто употреблял допинг на играх в Сочи. ВАДА уже поставила крест на карьере наших представителей тяжелой и легкой атлетики. Они не едут в Рио. Без путевки на игры осталось и 17 грибцов. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию на решение об отстранении. Причем не едут на Олимпиаду наши грибцы не из-за допинг-скандала. Повод формальный. Им не хватило достаточного числа допинг-проб, сданных за рубежом. На Олимпиаде в Рио сможет выступить лишь одна мужская четверка. Причем без рулевого. За считанные дни до Олимпиады выступления россиян под вопросом президент МОК Томас Бах не исключил возможности введения новых санкций против отдельных наших атлетов. Решение о численности и составе российской сборной на играх в Рио будет обнародовано в течение ближайших 48 часов специальной комиссии МОК. То есть аккурат перед началом Олимпиады заменить отстраненных спортсменов мы уже не сможем. Редактор субтитров А.Семкин